МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он служил в Закавказском военном округе, а затем в Афганистане, где во время военной операции был ранен. Через несколько лет появились осложнения – неизлечимые заболевания. Врачи сказали моей супруге, что ваш муж долго не проживет, максимум два месяца. Но операцию мы делать будем, это наш долг, еще нужно ваше согласие. И вот когда шла операция, она читала молитву «Живый в помощь», 90-й псалом. Восемь часов шла операция, она восемь часов читала эту молитву. И благодаря вот этой молитве мастерство врачей закончилось тем, что мы сейчас с вами ведем этот разговор. После этого была написана первая из документальных повестей – «Живый в помощи». Это рассказы о жизни и о том, как духовные законы действуют в повседневности. Мы, к сожалению, иногда забываем, что мы живем вот в этом мире, который видим. Очень часто молодежь отвлекается на какие-то виртуальные миры, забывает о том, что в нашем мире есть законы, в том числе и законы духовной жизни. Встреча с писателем открыла цикл мероприятий для подрастающего поколения, посвященных Дню православной книги. К этой дате в Одинцовском округе планируется провести и другие встречи в школах и детских садах. Так малышам презентуют книги в доступной для них форме, рассказывающие о послушании, смирении, нравственном и других законах детской жизни, которые, бывает, нелегко исполнить. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.